всем привет друзья с вами варчик начало новой рубрики как люди набивают 5000 среднего урона на десятках какие стратегии какие вообще действия нужно предпринимать чтобы в игре world of танц набивать ровные максимальные средние уроны на танчика ну и в сопутствии с этим поднимать себе статистику до небес начал я со стримов стенлока это так сказать видео первое впечатление от просмотра его стримов в качестве тактик и действий в бою на различных танках я не смотрел стримы от начала до конца и по сути особо звук и комментарии бою меня не интересовали поэтому я их и не слушал и звук меня вообще не интересовал просто смотрел игру игрока и так что я извлек первое впечатление чего мне не хватает для набития этих больших уронов это будут три пункта 1 это full голда и допайки конечно еще экипаж из кучи перков и правильные модули даже некоторые модули забоны что в принципе можно получить это принципе все ясно и понятно но full голду и допайки я не всегда использую а вот стенлок я заметил что голды использует очень много много танков на full голде и некоторые танки почти full голда там где кумулятивные снаряды также допайки практически везде на что-то не замечал чтобы где-то не было до пайка вот такие пироги принципе первый пункт выполняемые вообще изи любым а вот второй пункт вам поможет как все это реализовать это нужно применять в бою правильные тактики это самое главное ну и я буду сравнивать с собой поскольку мне это самому интересно и я все для себя воспринимал и впитываю инфу так вот на каждую карту должно иметься по несколько тактик для различных типов техники ну и основная тактика это на full голде поехать на фланг тяжелым танком и просто их там изничтожить на скиле и за счет full голды и просто их превратить в кучу урона это самое основное чем занимается стенлок в боях также нужно еще смотреть на карту перемещаться по мере того что происходит в бою ну и не ехать просто одному в кучу тяжей вражеских это очевидно ну в принципе я такое дурацкие ошибки новичков даже не вижу смысла здесь рассматривать это принципе раком не поможет я думаю что это поможет только тем людям которые уже хорошо играет ну и возможно даст на путьстве слабым игрокам куда двигаться и они поймут что игра world of towns это не просто стоять на я е100 сетка рога на красной линии когда-то давным-давно меня натаскивали во взводе на то чтобы я играл лучше ну и в принципе потихоньку становился якобы там статистом или скайловиком хотя ну это такое себе дебильное выражение на самом деле много якобы статистов играют как те еще днище просто раки играют еще хуже ну короче вы поняли и раньше когда меня натаскивали во взводе в принципе тактики такие были поехать и все просто там изничтожить посмотрел стримчики стенлока как он едет куда и тактики я понял что я возвращаюсь куда-то туда назад к старым добрым тактикам который я перестал использовать потому что начал играть сам стал играть более сейвово аккуратно и не столько много использовать голды ну и в принципе если закинуть фул голду то такие тактики сами на себя напрашиваются поскольку чё играть сейвово если ты полностью заряжен на борьбу ну и практически на большинстве картах стенлок занят тем что он просто изничтожает вражеских тяжей на фланге для этих же тяжей ну и не надо забывать что он там ни один там должны быть союзники поскольку его одного задавят по-любому также удивило тактика на карелии постоять на балкончике по кимперить если ты появился с левого фланга в атаке а вот с правого фланга можно ехать вперед тоже есть свои нюансы и это так сказать первое впечатление мои от просмотра игроков которые набивают большие уроны я думаю стенлок будет не единственный также я удивился когда на эрленберге в атаке стенлок поехал на е50м налево в замок проехал замок доехал до вражеского моста где находится база через кусты поубивал тяжей и просто через этот мост потерял все хп переехал добил тяжа и в принципе добил кучу урона оставшись с небольшим количеством хп я же действую через центральный мост и может быть это не столь агрессивно но более соевого опять же как я обычно и говорил я не еду в лоб к тяжам а все-таки играю более аккуратно в этом видимое все отличие на большинстве карт также было еще замечено разнообразие тактик данного игрока в отличие однообразных и одинаковых во всех боях и картах у меня поэтому будем учиться стараться и впитывать ну и третий пункт который я еще не сказал это нужно набраться опыта поиграть эти тактики разъезды влиться в этот ритм и набраться опыта и со временем я думаю все придет результат будет с вами был варчик играть красиво я думаю еще много таких видосиков сделаем дабы все-таки понять что к чему всем пока